Это как раз мы пошли, был безумно красивый туман. В каждую поездку Татьяна Ижмукова берет с собой фотоаппарат. Будь то дальние поездки на север края или соседние у Сольи, она всегда старается завпечатлеть природу вокруг. Например, эта серия снята в день зимнего солнцестояния недалеко от деревни Вижай. Говорит, удача зимой сфотографировать лес, залитый солнцем. Даже не видишь ни снимок, а чувствуешь ту атмосферу, которая тогда была. Я думаю, что человек все равно хранит те фотографии, которые ему близки, и которые душу греют. И вот так как у меня большой, ну скажем так, архив этих фотографий, но к этим фотографиям я очень часто возвращаюсь, когда мне нужно зарядиться именно вот этим светом, радостью. Это вторая фотовыставка Татьяны. Первая была полностью посвящена макросъемке, а в этой больше привычных для нас локаций. Родные говорят, она в любом месте может увидеть кадр для фото. Я смотрела, ничего такого не видела интересного. Вот как она вот это вот, вот тут, в чем-то таком невзрачном, увидела что-то, и оно получилось достаточно интересно. Вот совершенно интересно. Нам вот не хватает на самом деле остановиться где-то на минутку, посмотреть на обыденное просто другими глазами. А ведь когда-то она начинала с простого фотоаппарата, который около трех лет назад она случайно взяла в руки. До этого он несколько лет лежал на полке. Каждый кадр увлекал все больше новым делом. До этого периода получилось так, что она с этой мыльницей, и она начала бегать с ней, везде все фотографировать. И фотографии показывать нам, естественно, что мы. Но мы надеялись, что это уже какой-то будет новый этап в ее развитии. Сейчас она мечтает купить себе новый объектив, с которым она сможет снимать детали. Это новый этап развития. Своим примером Татьяна Ижмукова окружающим и себе показывает, что любимое занятие можно найти в любом возрасте. Достаточно найти на полке позабытые вещи или увидеть в окружающем нас мире что-то необычное. Выставку фотографий вы можете посмотреть в 6-й краеведческой библиотеке по адресу пятилетки 79. Елена Силакова, Степан Икрасов, Новости Верхнекамья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова